Всем привет! Хотел бы сегодня обсудить новость такую, но она не слишком новая, эта новость. Аж от 2 октября для россиян собираются ввести норму на потребление электричества. Российские власти планируют ограничить потребление населением электроэнергии по низким тарифам. Все, что потребляется сверх лимит, нужно оплачивать по рыночным расценкам, считают чиновники, с планами которых ознакомились СМИ, средства массовой информации. И еще там даже Чубайс рассказывал, что у нас очень дешевая электроэнергия по сравнению с Европой. Он, правда, не говорил, что там в Европе в 3-4 раза зарплаты больше. Но он считает лично, что у нас электроэнергия, значит, дешевая. В чем суть, значит, этого закона? Вот новый вариант социальной нормы будет мягче, чем в 2013 году. Он будет фиксироваться на отметке 300 кВт-часов в месяц и оплачиваться по базовому тарифу. При превышении этого показателя до 500 кВт-часов по повышенному тарифу. А при месячном потреблении свыше 500 кВт-часов будет вводиться тариф экономически обоснованный. Но объем будет фиксироваться не на человека, а на точку подключения, то есть домохозяйства. Кроме того, для нуждающихся в спецподдержке предполагаются субсидии. Какие субсидии, непонятно. И вот, значит, пишут тут, при среднем размере домохозяйства на 2,5 человека и среднем потреблении 220 кВт-часов в соц. норму должно уложиться. Большинство домохозяйств считают эксперты. Значит, 220 кВт-часов в месяц, это, по сути, это не хрена. Это вот, давайте я вам объясню, что такое 220 кВт. Ну, даже, ну да, где-то 200-300 кВт. Это значит, допустим, живет какая-нибудь бабушка в городе. У ней есть телевизор, у ней есть холодильник. Она постоянно выключает цвета, чтобы лишние энергии не нажечь, хоть у нее даже там стоят энергосберегающие лампочки. Ну, что еще из электричества? Ну, может, стиральная машина. И все. И вот, значит, если вот такой вот набор бытовых приборов иметь, и где-то, в принципе, и будет получаться 220 кВт-час и, ну, 300 кВт, да. При этом число категории потребителей при равнике к населению может сократиться. Это вообще что-то непонятно. Слово сочетание предложений. Сейчас, а, сейчас это садоводческие товарищи, садоводческие огороднические товарищи, гаражные киперативы, хозпостройки. Понятно. Ну, в общем, 300 кВт-час, 300 кВт-час в месяц, это, в принципе, ни о чем. Это вот для бабушки-пенсионерки, которые экономят еще, привыкли с советских времен экономить, когда лампочки были там по 100, по 150 Вт. Вот у меня бабушка в деревне, сколько она за месяц расходует энергии? Она где-то так примерно и расходует 180 кВт, 200, 250, ну, так, в пределах 300 она и расходует. Но она ведь ничем не пользуется, никаких, там, отопления печное, электрических этих, как его, никаких там котлов нету, никаких батарей нету, водонагревателя нет. А вот что будет, если вот в частном доме, значит, поставить водонагреватель с мощностью ТЭНа, там, 2 кВт, и вот на семью, так, человека 4. Значит, это, ну, и посуду мыть, мыться, и так вот воду эту горячую использовать. Значит, и этот обогреватель уже будет в месяц, там, это, расход у него будет, это я вот знаю, о чем говорю, в среднем где-нибудь 600-700 кВт. Это вот только обогреватель, вот этот вот будет давать такой расход электроэнергии в месяц, а они говорят, там, 300 кВт в месяц. Это вообще мизерная сумма, а если, допустим, учесть еще, что у кого-то кто-то обогревается электричеством, у кого газа нет, у кого-нибудь там теплые полы, ну, стиральная машина, она не особо много электричества расходует, холодильники тоже сейчас все, они с минимальным расходом электроэнергии. Вот, вот у кого частные дома, у кого нагреватели, вот те люди пострадают, это вообще, там надо такую норму вводить, минимум, это 1000 кВт, а не 300 кВт. Так что рассматривали они этот закон, чего-то там, это в Госдуме, потом чего-то его решили отложить, но я что-то так подозреваю и думаю, что введут, введут они вот эти нормы. И много людей от этого закона пострадает, пострадает с финансовой точки зрения. Будут такие счета за электроэнергию там по 5-7 тысяч, особенно там в зимнее время, если у кого там электрическое обогревание домов, там какие-нибудь там потолки, не потолки эти, полы теплые, вот такие вот дела. Очень расстроен я этой новостью, вообще она актуальна для меня лично. С вами был Вальфрам, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте и дальше будет интересней. Субтитры сделал DimaTorzok